Приветствую вас и постараюсь ответить на вопрос максимально полно, что можно сделать здесь в психологии. Ну, во-первых, ваша реакция возникла потому, что вы не понимаете причин поведения мужчины. Раз вы не понимаете причин поведения мужчины, соответственно, вам кажется, что проблема в вас. На самом деле вы, в силу того, что находитесь в ситуации, вы находитесь именно в ней, вы не способны адекватно воспринимать ее. Вы не способны заметить все нюансы, все аспекты, которые есть. Например, вы сказали, что в определенный момент времени вы заметили, что мужчина начал к вам охладевать. Это просто так не возникает. Это без ничего, без причин не происходит. Если он, значит, к вам охладевать, и вы это замечали, значит, причина этого есть. Просто вы ее не видите. Вот психология поможет понять главную причину. Если разберем причину, осознаем ее, извлечем опыт, то вы не будете бояться. Вы поймете ситуацию. Вы сможете адекватно ее оценить и принять. И, сделав это, у вас не будет истошенного страха того, чему в действительности нет. Поняв причину поведения мужчины, вы сможете адекватно воспринимать его, видеть, что он хочет, что ему нужно, что вы ему не давали, что он от вас ушел, например. И тогда вы не будете бояться. Вы будете грамотно, здраво, адекватно оценивать то, что происходит. Дальше психология поможет вам избавиться от зависимости. Дело в том, что видите ли, какая штука получается. Вы говорите, что любите мужчину, но при этом есть некоторый элемент лукавства в том, что вы говорите. Дело в том, что при любви человеку вроде бы как желают счастья. То есть, когда кого-то любишь, хочет, чтобы этот человек был счастлив. И если мужчина ушел, значит, он не был с вами до конца счастливым. Значит, он не был счастлив. И то, что он ушел, при наличии любви к вам, при наличии любви, при наличии, прошу прощения, при наличии у вас любви к нему, можно воспринимать как стремление мужчины к тому, чтобы быть счастливым. И вы, если действительно этого человека любите, то вы, по идее, за него рады быть. При, по идее, вы счастливы за него. Да, он с вами, но ему хорошо. И для человека любящего это главное. Но у вас шок. Вы не можете его забыть. Вы не понимаете, как он мог с вами так поступить. Значит, вы переживаете за себя. Вам нужно. Это значит, что вас лишили чего-то такого, чтобы вам было нужд. Чего-то такого, что вы получали через мужчин. Что-то вы с ним получали. Какие-то потребности с ним вы удовлетворяли свои. И это не личные потребности. То есть, это потребность не в том, чтобы любить человека и делать его счастливым. Это что-то ваше. Что-то личное. В простейшем случае вы бы не испытывали такой негативной реакции, которую можно назвать фрустрацией. Это такой процесс, когда человек перестает получать то, что ему нужно. Не может добиться того, что он худший. Вам нужно понять, что это. Что есть эти желания ваши. И постараться удовлетворить их самостоятельно. Без мужчины. Как источника этих желаний. И тогда вы сможете в отношениях находиться независимо. Не быть зависимыми в отношениях. И тогда это обеспечит вам неповторение данной ситуации. А вы слишком стали зависимы от них. И от мужчины. В частности. И что у вас зависимость от общественного мнения. Вам почему-то стыдно перед ребенком, перед родным. Хотя вы им ничего не должны. И это ваша личная жизнь. Этот момент тоже нужно прорабатывать. Ваша социальная роль. Психология поможет отделить социальную роль от роли личной. Поможет вам определить, где грант между социальным и личностным. У вас этой грани, мне кажется, нет. Ибо вы смешиваете. Точнее ставите в зависимость социальные отношения. Отношения с родными и близкими. Да? И роль личную. Где ваша личная жизнь касается только вас. И соответственно только вы несете за нее ответственность. и только вы решаете, как она будет у вас развиваться. Дальше. У вас наблюдает за проблемой самооценки. Проблемой самооценки есть неуверенность в себе. Неуверенность в себе означает недостаток самосознания. Вы недостаточно осознаете себя как с точки зрения социальной. Да? То есть как социальный индивид, как носитель социальных ролей. В итоге недостаточно осознаете себя как личность. То есть у вас произошло нарушение ваших стремлений, ваших целей и идеалов. А точнее они потерпели поражение, можно так сказать. И наконец у вас возможно недостаток смазознания себя как женщины. Раз вы говорите, что у вас самооценка на нуле. Потому что в действительности ну ушел мужчина, не оценил он вас по достоинству, он еще пожалеет об этом. А может быть у него есть какие-то проблемы. Но вы же этого не знаете. Но вы почему-то склонны думать, что виноваты именно вы и причин вас. А это не так. Вот примерно так может помочь вам психология. Примерно такие проблемы она может решить у вас. Кроме того, возможно прошлый опыт отношений с мужчинами, например, со своим ребенком или кто-то еще, мешает вам также адекватно воспринимать то, что происходит с вами в настоящий момент. И психология может помочь также извлечь опыт из предыдущих отношений, чтобы он не мешал вам строить отношения в настоящем. Все это можно сделать с помощью психологии и работы со специалистом, если вы, конечно, этого хотите. А на этом, я думаю, можно закончить. Я надеюсь, вам понятны основные ситуации, которые я хотел изложить. Первый постулат это причины того, почему так произошло. С помощью психолога выход из ситуации, в которой вы находитесь, и обозревание ее как бы извне. Второе это проработка понимания того, почему мужчина так доступил, у него были причины, просто вы, вероятно, эти причины не увидели или не хотите их видеть, не хотите представить. Дальше. Работа над вами, над вашим поведением, как в социальной сфере, так и в личностной сфере, также в сфере половой пренадлежности. Работа над самооценкой, над самосознанием себя и формированием новой цели и перспективы вашего дальнейшего развития, дабы не впадать в зависимость от отношений. Потому что очевидно, что вы слишком сильно эмоционально были вовлечены в эти отношения, что и отоприровало в такую вот реакцию. На этом все. Надеюсь, что я помог вам, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Если дополнительные какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А вам я желаю всего доброго и удачи. 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 Продолжение следует...